Роман Васильевич Якобсону посвящена огромная литература, в том числе и периоды его пребывания в Чехословакии, но в этих сетях преобладает как раз анализ его научной деятельности. В своем выступлении я хотел бы очень коротко остановиться на роли Якобсона в становлении советско-чехословакских культурных связей. Роман Васильевич Якобсон прибыл в Прагу 10 июля 2020 года в составе миссии Красного Креста РСФСР В составе миссии он был одним из самых молодых, ему было 23 года, и в штатном расписании он назначился как заведующий канцелярией. Хотя глава миссии Соломон Исидорович Гилерсон в одном из первых донесений определил его должность как бюро печати. Якобсон выполнял обязанности переводчика, помогал главе миссии вставлять обзоры по внутриполитическому и международному положению Чехословакской республики. На 15 октября 2020 года Якобсон оставляет службу в Советской миссии Красного Креста. К этому поводу Гилерсон 22 октября писал к вечерину. Расстаться с ним пришлось по следующему поводу. Якобсон очень способный словист, оставлен при Московском университете. Свое пребывание в Праге он хотел использовать для занятий в местном университете по славянскому языкознанию. По существу я ничего не имел против этого. Дело в том, что выяснилось, что для поступления в Карлов университет, куда не понимали советских граждан, необходимо было написать ходатайство о том, чтобы в качестве исключения допустили к слушанию лекций. Гилерсон, глава миссии, считал, что это унизительно для советского гражданина, для сотрудника, для сотрудника миссии. И считал, что нужно обратиться по этому поводу в Москву. Державшись с ответа из Москвы, Роман Якобсон предпочел оставить службу в советской миссии. Но, тем не менее, Гилерсон просил Чечен не ставить Якобсона в вину его уход. Это интеллигентный, способный молодой человек, совершенно лояльный в отношении советской власти. Расстанемся мы с ним самым дружеским образом и будем поддерживать сношение впредь. Роман Якобсон, хотя и был беспартийным, но, как и все сотрудники советской миссии, подвергался слежке, подвергался травле чешской печати. И даже остался в архиве этот документ о том, что, когда он подал заявление о поступлении в Карлово университет, на седании Совета факультета развелся скандал. Многие профессора считали, что подлинная цель поступления Капсона в университет это ведение большевистской пропаганды, и что выданные ему рекомендации Шахматова и Эсперанска подложены или написаны по принуждению большевиков. Положил конец этим предиркам Николай Владимирович Ястребов, в то время профессор русской истории Карлова университета, который сказал, что все это глупости, и что Якобсон на самом деле намерен заниматься наукой. Служит точно определить, что повлия на решение Капсона уйти из миссии Красного Креста. Только стремление поступить в университет или скандалы вокруг миссии, а главная обстановка в самой миссии, которая сложилась к тому времени. Дело в том, что осенью 1920 года сотрудники миссии Красного Креста были влечены под одну деятельность Почеловатской Республики. В самой миссии возгорелся скандал между главой миссии Гиллерсоном и Вишневским, который чистился бухгалтером и выполнял поручения Коминтерна и Рекистационного управления. Вишневский в свою деятельность пытался выречь и сотрудников миссии. В частности, он через голову Гиллерсона, главой миссии, пытался их заставить выполнять его поручения. Во всяком случае, очевидно, этот скандал имел какое-то значение в решении Яковсона оставить миссию и, не дожавшись от этого из Москвы, поступить в Карлов университет, потому что после завершения работы миссии Красного Креста в 1920 году, когда в Прагу прибыла торговая делегация главец Павлом Николаевичем Мостовенко, Яковсон вернулся на дипломатическую службу и вплоть до ноября 1928 года работал в составе всех дипломатических миссий, которые там были, независимо от того, что менялся их состав, менялись руководители миссий, и он оставался беспартийным, что в конечном итоге послужило основанием, причиной для его отставки. Именно Яковсон стоял у истоков сотрудничества Советской России и Чехословакии в области науки и культуры. Первым советским миссием было недонаучно-культурного сотрудничества. В документах миссии Красного Креста это несколько объемных архивных папок, где рассматривают самые разные вопросы. Только два письма касаются вопросов науки и культуры Чехословакии. Причем в негативном ключе. Научная жизнь здесь влачить жалкое существование. За два года свободной жизни сами чьих ничего своего не создали, ни в рекордоре, ни в музыке. У Романа Яковсона было совершенно другое представление о положении науки и культуры Чехословакии. И будучи в составе миссии Красного Креста, и даже после того, как он оставил службу в этой миссии, предлагал самые энергичные усилия по налаживанию связей с чешскими учеными, между русскими словистами в эмиграции на родине, по снабжению Чешской научной литературы Академии наук Московского университета. Вот об этом написал в своей монографии «Субэкономические элиты» и ряда статей Михаил Андреевич Робинсон. Поэтому я об этом говорить не буду. Так он установил контакт не только в научной среде, но и с чешскими поэтами, писателями, деятелями, деятелями культуры. Причем он по отношению были с людьми самых разных политических убеждений. Это был и Станислав Костко-Нейман, и Франтишек Галлас, Карл Чапок, Иван Ольбрахт, Ян Благослав Козак. Но особенно он был близок с представителями чешского ангарда, которые в 1920 году основали группу «Девять сил», которая вняла его в почетные члены. Это были поэты Витеслав Незвал, Ярослав Сейферд, Константин Бипл, Йозеф Гора, прозаик Вячеслав Фанчура, теоретик авангарда Карл Тейге, художник Йозеф Шима. Поддерживал тесные связи Экапсон и с актерами освобожденного театра, с Базена Девадла. Экапсон многое сделал для знакомления чехов с современной российской культурой и наукой. В январе 1921 года в Праге отдельным изданием вышла его статья «Новейшая русская поэзия. Набросок первый», посвященный Хлебникову, поэзии Хлебникова. В 1922 году Экапсон опубликовал статьи «Влияние русской революции на русский язык. О реализме в искусстве». В трех номерах журнала «Славия» в том же году было опубликовано исследование, выполненное совместно с Петром Григорьевичем Богатыревым, славянской феологией в России в 1914-1921 годах. Через год в Перлине эта работа вышла отдельным изданием. Тогда же, в 1922 году вышла, увидела свет новая работа Экапсона о чешском стихе, преимущественно с представлением с русским. Экапсон способствовал продвижению советской культуры Чехословакии. 8 февраля 1921 года Экапсон писал Владимиру Маяковскому, что о Праге готовилась к постановке его «Мистерия-бух», что лучше здесь левый поэт Нейман переводит 150 миллионов. Очередник Экапсон и передал Нейману рукопись поэмы, поскольку в то время эта поэма еще не была опубликована. Он писал, Яков Псун писал Маяковскому, «К сожалению, у меня сперли последнюю часть Октябрьской революции сотой годовщины. Почти дорогой, иначе книга не может выйти». В том же письме Яков Псун сообщал Маяковскому, что на днях состоится в фабричном центре Бурно «Вещат твоих произведения для рабочих». Экапсон предложил Ярославу Сейферту перевести поэму Александра Блока 12, причем проявил при этом большую настойчивость. Сейферт отказывался, поскольку не знал русский язык. Тогда Экапсон достал книгу и диктовал перевод строку за строкой, а Сейферт сразу же их рифмовал. Сейферт признавался, что поэма его не заинтересовала, и по его собственным словам перевод достаточно неумело, к тому же нескладно. Через довольно короткое время Юрджи Гонза поставил 12 на сцене бывшего театра Шфанды. Но случилось нечто, над чем Экапсон смеялся еще 30 лет спустя, когда мы встретились в Праге, рассказывал Сейферт. Поместь места, где девушки легкого поведения прилагают к прохожим свои услуги. Из-за скверности моего перевода, вспоминал Сейферт, Гонза не понял этих стихов и вложил эту реплику уста красноармейца, стоявшего на посту с ружьем, со штыком, в старинном русском шлеме. С 70-х годов культурные связи СССР с зарубежными странами расширились. Москва стала все чаще использовать так называемую культурную дипломатию, чтобы в выгодном свете представить советские общественные истории достижения социалистического строительства. В 25-м году было создано Всесоюзное общество культурных связей за границей. До 30-х годов человека посетили советские писатели и поэты Юрий Тынянов, Илья Оренбург и Диасей Фулина. Наибольший общественный резонанс вызвал приезд в право Владимира Маяковского в апреле 1927 года. Об этом свидетельствуют материалы печати, воспоминания современников, а также подробный рапорт комиссариата полиции. В роли Якобсона в организации приезда Маяковского и его выступлений великий поэт скромно умолчал. Правда, в очерке «Ездил я так» Якобсон упоминается. На Пражском вокзале роман Рома Якобсон, он такой же, немного пополнил, работа в отделе печати пражского полпредства прибавила в некоторую солидность и дипломатическую смотительность в речах. Но прилим внимание, где выступает и с кем встречается Маяковский в Праге. Встречается с группой «Девять сил». Маяковский перечисляет знакомые нам имена. Это Гора, Сейфер, Библ, Незвал и другие. Уступает в театрах левых освобождений Диванла. Чай в советском полпредстве. Знакомство с чехоладскими писателями. Это Ашент-Люктель, Франции, Германию, Югославию. Это с теми, с кем Якобсон находился в постоянном общении в силу своей дипломатической деятельности. 26 апреля, в день выступления Маяковского о виноградно-народном доме в газете «Народные особозыни» публикована статья о Якобсону Владимир Маяковский. В очерке «Ездил я так» Маяковский, где письмо Якобсона к нему от 5 мая 1927 года, который содержит обзор чешской печати о поездке и выступлениях Маяковского в Праге. И никакой мере не намерен преуменьшить талант Маяковского и популярность, но тем не менее хотел бы показать вклад в организацию этой рутинной поездки в Прагу именно Якобсона, который хорошо знал Маяковского и который, собственно, свел с теми людьми и организовал встречи там, с которыми был хорошо знаком. То есть даже в условиях, когда уже Советское государство провело интерес к развитию культурных связей Сехословакии, личный вклад Якобсона был достаточно великий, нельзя бросать со счетов. Я уж не говорю о периоде начальных отношений, то есть 2020-2021 года, когда этих связей на государственном уровне даже не предусматривалось и, собственно, устанавливались эти отношения и развивались только благодаря личной инициативе и усилиям молодого ученого. Благодарю за внимание. В наше время официально из стекла. Есть ли руководитель следующей секции, которая тут должна заседать? Если нет, то у нас... Мы немножко украдем в следующей секции 2-3 минуты, чтобы задать вопросы последнему докладчику и два слова, может быть, в дискуссии. Есть ли вопросы к Николаю Николаевичу? У меня вопрос, да. Кажется, если можно, не могу. Николай Николаевич, спасибо большое за ваш доклад. Вопрос возник. А почему его не депортировали обратно? Какие были причины? Ну, в актерах этого еще не те времена. 2020 год для депортации. И, собственно, ему как бы особо не препятствовал для его работы, ведь это даже сам глава миссии, несмотря на скандальность вокруг этой персоны, вокруг его персоны, он относится благословно к его деятельности. Ну и потом, наверное, знаете о том, что, к сожалению, вокруг личности Якобсона существует очень много разных мифов вообще о скандалах, которые, в общем-то, я не нашел документальных подтверждений ни в одном документе, с которым я работал в архивах. То есть нет доказательств, слов Гирса о том, что он якобы является провокатором, там, советским шпионом. Точно так же, как и более того, это, наверное, приверкает характеристику, которую дал МИД Якобсона уже в 30-х годах, когда он уже был министром Крофта. И вот критика записана о том, что Якобсон очень много сделал полезного для поддержания кроссвязей культуры и совета, поддержания связей между Советским Союзом и культурой, научной культурной сфере. И что это же способствует как бы укреплению престижа Чехословакии. Также, как и подтверждается, другое утверждение, то, что был шпионом как бы с другой стороны, потому что в этом было много шума в печати, было много шума и в том числе и в чехословатской, и в советских изданиях 50-х, затем 60-х были с чехословатскими событиями. Я повторяю, что никаких подтверждений не было. Хотя есть одна проблема, серьезность с изучением личности, Якобсона. Дело в том, что его документы, которые относятся к его деятельности, они распылились очень сильно по всем архивам, не только в России, но и в мире. И поэтому, конечно, те, кто пытается их собрать, в частности, было издание РГГУ, куда они вошли, было издание в переводе с чешского на русский язык, который выполнил Томаш Глац, где большое документальное приложение. Это еще очень большой труд. Это еще не все документы. Потому что, например, есть документы, переписка как раз с Незболом и с Эйфордом, и не доступна. Находится в архиве Массачусетско-теловеческого института. Я только знаю, что там папка М0072, но что касается лежат этой папки, я их не знаю. Извините, что мне это слишком пространно ответил, занять время, но... — Скажите, пожалуйста, с какого года Яковсон стал во главе правского юниверсического окружения? — Это 26-й год, с не ошибаюсь. Я был бы ошибиться, но я помню... Ну, вот об этом я вообще не говорил, об этом много написано. А его личной деятельности много написано, поэтому я эту сферу вообще опустил. — Я просто хочу два слова добавить, что в Чехии хорошо сохранились документы СТБ, то есть ихнего КГБ, когда Яковсон приезжал в Прагу на съезд словистов Международный в 1968 году, далеко не все эти документы опубликованы, но, значит, мотив, мотивация, почему за ним так следили, и каждый шаг его описывали, буквально послали, потому что считали его американским шпионом. — Да, да. — Посланным внедриться, значит, не только внутричьих слованских словистов, но и соблазнять советских словистов. — Да, и там тоже были и публикации соответствующего года по этому поводу, о том, что вот он чуть не подготовил это событие в 1968 году. — Да, 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 так что ему очень повезло.